Нонна Суслова И самое тяжелое для меня – это аренда. Для моего бизнеса очень тяжело, очень дорогостоящая на сегодняшний день аренда, поэтому, думаю, может быть, какие-то будут льготы. Так же, как и Нонна Суслова, на форум пришли 1200 предпринимателей среднего и малого бизнеса. Завести знакомство, узнать секреты успехов от коллег по цеху. Одним из хедлайнеров проекта стала Ирина Хакамада. Большинство предпринимателей мотивационно внутри среднего уровня стремятся что сделать? В любой нестабильности отыскать что? Стабильность. Это нормально, так привыкли. Почти 350 тысяч субъектов МСП в Подмосковье, а это более миллиона человек. У принимающей стороны существует немало мер государственной поддержки разных уровней. Бесплатные деловые форумы по стране проводит университет с энергией при содействии российского Минэкономразвития в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес во многих странах основа экономики. В нашей стране сегодня роль малого и среднего бизнеса ВВП должна быть значительно выше и национальный проект устанавливает цель треть вклада МСП в ВВП страны и собственно ровно поэтому сегодня малый и средний бизнес объект внимания, поддержки. Наличие своего бизнеса, своей предпринимательской истории это не просто продуктивно, это действительно в наше время своего рода геройство. То есть те люди, которые преодолевают свой страх, преодолевают свои сомнения, готовы возложить на себя риски и принять ответственность, это действительно герои сегодняшнего дня. Поэтому мы хотим, чтобы об этом знала вся страна. Получить новые знания на форуме легко – один из способов общения в чате. Эта идея у организаторов возникла на первом форуме в Иванове и эта модель оказалась чрезвычайно популярна. Это реальный инструмент для формирования предпринимательского сообщества. У бизнесмена может быть и личный кабинет с одноименным названием мойбизнес.рф, где можно зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию или прийти лично в центры Мой Бизнес. Сейчас их в России 50, а к 2024 году станет в два раза больше. Также через эти центры предоставляются услуги, связанные с поддержкой бизнеса. Это и поддержка экспорта, получение микрофинансирования, услуг гарантийного фонда, а также с этого года такие услуги, как маркетинг и разработка инженеринговых планов компании по маркетированию продукции. В Красногорске прошел юбилейный 15-й по счету форум. Позади Иваново, Чита, Барнаул, Казань, а впереди еще 10. Всю информацию, куда отправились организаторы дальше, можно узнать там же, на сайте мойбизнес.рф и зарегистрироваться. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.